Здравствуйте, дорогие друзья! Я всех поздравляю с праздником Ханука, который начнется уже сегодня вечером. Мы будем зажигать первую ханукальную свечу. Мы знаем, что более чем две тысячи лет назад пришли греческие завоеватели. Сказали, дорогие евреи, все, никакого Бога, никакой Торы. Под страхом смерти мы вам запрещаем служить вашему Богу. Никакого Бога, у нас тут прогресс. И еврейский народ, к сожалению, большая часть ушла за греками и перестали соблюдать. Но были и те, которые остались верны своему народу и своим традициям. И они продолжали соблюдать и соблюдали дальше, независимо ни от чего. Тогда греческая армия пошла войной на еврейский народ. И там небольшая кучка евреев, совсем не обученная армия, одержала великую победу над завоевателями. Мы победили, и снова Всевышний сделал открытое чудо, и добро побеждает зло. Праведники снова победили злодеев, и Тора осталась жива. И еврейский народ соблюдал и соблюдает, и всегда будет соблюдать свои традиции и свои законы, которые Бог дал нам на горе Синай. Когда евреи вошли в храм, войдя в храм, чтобы продолжить службу, им нужно было масло, чтобы зажечь минору, который ежедневно зажигали в храме. Но чистого масла не оказалось. Все испоганили, все уничтожили греки. Чудесным образом нашелся один кувшинчик, который должен был давать масло всего лишь на один день. И Всевышний снова сделал чудо, кроме великого чуда с победой на войне, Всевышний сделал чудо, что этого масла хватило на 8 дней. Поэтому на тысячи лет, на все поколения мы зажигаем ханукию. У нее есть 8 свечек. Мы начинаем сегодня вечером с первой свечи, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, чтобы помнить, что того кувшинчика хватило на 8 дней. Что если Всевышний хочет, Он сделает так, что немножко масла хватит на много времени. Если Всевышний хочет, Он даст маленькой группе людей, которые вообще не умеют воевать, победу над огромной греческой армией. Главное, чтобы люди были с Богом и имели с Ним контакт и правильно служили Ему. Тогда нам все, все, все чудеса открыты. Итак, из законов праздники ханука, конечно, есть ханукия, как мы сказали, зажигаем ежедневно. Некоторые с заходом солнца, некоторые с выходом звезд, кто-то на балконе, кто-то на пороге дома, кто-то на подоконнике. Главное, чтобы как можно больше людей увидели ханукальные свечи и можно было распространять вот это чудо и помнить о нем, что Всевышний делает чудеса. И Он для этого нас создал, чтобы быть с Ним в контакте. И Он всегда, всегда будет защищать праведных людей и всегда добро будет побеждать над злом. Ну, также принято из-за того, что чудо было также с маслом, что нашелся кувшинчик, кушать пончики, которые сделаны на масле, латки, которые сделаны на масле. Мы играем с детками в Савивон, такая специальная юла, дрейдл, на котором есть буквы, которые означают Нес, Гадо, Ля, Я, По. Чудо великое Всевышний нам сделал. И пока горят свечи, нужно сидеть и смотреть на них, вспоминать чудеса, учить Тору стараться как можно делать меньше работы, хотя бы полчаса, чтобы войти, проникнуться этим праздником. Главная наша задача помнить и знать, что когда Всевышний делает для нас открытое чудо, это для нас возможность понять, что точно так же, как есть открытые чудеса, которыми руководит Всевышний. Ведь мы видели, что победили греческую армию, нашелся кувшинчик, который горел 8 дней. Это открытое чудо, и это открывает наше сознание, понять, что есть чудеса от Всевышнего. И точно так же, как Бог делает открытые чудеса, все, что мы видим вокруг нас, это тоже чудеса, и всем руководит Всевышним. Нашими жизнями, планета Земля вращается, законы физики, химии и так далее, все соблюдается. И это потому, что наше сердце бьется ежесекундно практически, потому что Всевышний всем руководит, и Он дает нам жизнь. И все, все, все вокруг нас, вся материя, это все Всевышний, и Он всегда с нами. И это наша задача в этот праздник, в этот светлый праздник Ханука помнить и проникнуться этим, что Всевышний всем руководит. Я желаю всем хорошей Хануки, а фрейлях и Ханука, как говорят на Идиши, счастливого, хорошего праздника.